Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы можно ли верующего человека сглазить сглаз один из видов колдовства который по убежденности народной может повредить человеку сказать что это совсем пустое суеверия нельзя в молитвах прежде святого крещения в чине оглашения молиться священник о всяком приходящем крещению уберечь его как младенца будь это действительно еще несколько месяцев или недель проживший на земле после своего рождения или уже зрелый мужа готовящийся принять святое крещение уберечь сего младенца от отчез призора от изглаза злых пожеланий озлобленных и помраченных людей неужели они так устроенные люди иногда сознательные предавшие себя воле врага рода человеческого имеют такую власть на земле чтобы сообщать человеку против которого направлены их какие-то душевные движения или действия или слова всякие болезни не устройство в жизни неужели наш содержитель как кукла ведомые кукловодом за веревочки послушно исполняет то что потребуют от него злые люди в отношении тех кто становится их жертвами смешно и странно так мыслить будто не бог правит миром не промысл его всемогущий а зло человеческое и даже не оформленное в какие-то преступления а только лишь сформулированы в качестве злых пожеланий доходят до реальности и способна искалечить повредить а то я откровенно погубить тех кто им видите ли не люб и не мил недопустимо так мыслить это картина мира совершенно противоположной христианской как будто зло правит миром всерьез принимающий эту логику хуже дуалиста поклонника какого-нибудь восточного демонического культа который считает что добро и зло совечно и то и дело друг другу противостоит как свет и тьма как зима и лето как день и ночь как инь и ян в значке с двумя головастиками хватающим друг друга за хвост в круговращении добра и зла таковы еще хуже такое признает зло главным управленцем в нашем мире христиане исповедуют иное они признают что бог есть свет и нет в нем никакой тьмы слова апостола ангелиста и она богослова как луч солнца золотой пронзают мглу всякого помраченного разума и устанавливают божью правду бог есть свет и нет нем никакой тьмы бог же есть и вседержитель и промыслитель и судья какую же власть имеют злопыхатели в этом мире божьем только ту которая попущена им богом бог все предвидит но не все предопределяет дает человеку свободу но знает как он ей воспользуется оставляет бытие змия и попускает ему уязвлять человека приземной жизни его в питу то есть находить уязвимые места душе и в теле человека для принесения ему неких повреждений но только лишь для того чтобы человек утвердился в противостоянии соблазном мир плоти дьявола и в своей вере в господа в уповании на него в приобщении силе его почувствовал бы всей душой своей подлинное величие божье и посвятил бы свою жизнь богу таким образом из злых обстоятельств господь выводит благие для человека последствия из попущения быть злу господь делает нас опытными в сопротивлении ему в исповедании его в утверждении на пути к нему что же эти злопыхатели колдуны что же с теми кто пытается сглазить причинить вред какому-либо человеку возвращается их проклятие на их собственную главу те проклянут говорит царь давид а ты господи в ответ на их проклятие меня же благословишь поношение поносящих тина подошу нами но бог поругаем не бывает что посеет человек тот и портой пожнет но что же спросите никогда не бывало ли осуществление злых желаний на том кому желали зла бывало почему же потому что те на кого приходят эти худые пожелания на ком они исполняются сами себя разоружили разорили от божественного покрова от благодатного пред богом хождения от того заступление божьего которое сопровождает тех кто богу молится тех кто благодатью божью освящается тот кто ею укрепляем и же крестом ограждаем и врагу противляется и человек лишивший сам себя божьей благодати не желающий принять святое крещение жить по христиански или ставших христианином не участвующий в таинствах матери церкви живущие вне церковного брака благословения с на своими избранниками избранницами неделями а то и месяцами не исповедующийся не причащающийся святых христовых тайн не пользующийся благами которые подает господь через благословение священника сам себя оставляет посреди мороза обнаженным и разве наличие мороза виновата злых людей в том что он замерзнет или шуба виновата что ее оставили дома бог ли виноват что не взыскали помощи его и не получили таким образом будем спасаться от всякого зла в том числе и того который стремится нанести на нас демоническое злоба человеческое приверженности церковной благодать при удерженностью к жизни христианской которая и сильно сделав нас рабами божьими не допустить подчинение нашего никакому злому влиянию внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео